Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Игорь, с вами на связи канал Удача Рыбака. Сегодня мы снова встретились с вами за рабочим столом. Я хочу вам показать, как я вяжу мушку малька для ловли окуня зимой. Сразу хочу сказать, что не буду я сейчас переселять все инструменты, какие материалы, все это будет в описании к видео, там посмотрите. Давайте с вами начнем. Начнем с изготовления глазок. Ну вот мы с вами отрезали небольшой кусок лески, зажимаем его в пинцет, чтобы края были одинаковыми. Дальше нам потребуется с вами зажигалка. С двух сторон подпаливаем аккуратненько кончики, чтобы они получались как шарики у нас. С одной сделали и со второй. Должны получиться по идее одинаковыми. Немножко подождем, пока они остынут. Если что-то заметили, неровненько можно всегда подправить. Ну вот примерно как-то так. Ну, давайте с вами начнем вязать нашу мушечку. Для этого все как обычно у нас. Самое первое действие это нашу монтажную нить нанести на цевьё крючка. Кончик отрезали. Следующий этап это будем мы монтировать наши глазки. ровненько ставим и проматываем мы их восьмёрочкой. Одновременно подправляя, чтобы они у нас ровно зафиксировались. Так, посмотрели ровно? Всё отлично ровно. И дальше мы с вами как обычно проматываем цевьё крючка до загиба. Вот, как-то так. Следующим шагом, дорогие друзья, мы с вами сделаем хвостик для нашего малька и одновременно с этим сформируем тело. Для этого мы с вами берём кристалл флэш. Это кручёный люрукс у нас. Много не надо брать. Достаточно 5 где-то 5-4-6 не больше волокон. Всё делайте на своё усмотрение. Кому как больше нравится. Тут нет такого, что вот взял 4 правильно, взял больше неправильно. Кому как нравится, тот так и делает. Ниточку, чтобы удобно нам было зафиксировать, ниточку отводим вот сюда за цевьё. Снизу просто подводим. Вот так вот за ниточку. Раз. Кладём сверху на цевьё. Всё. Вот у нас зафиксировалось. Придерживаем и начинаем фиксировать. аккуратненько, не торопимся, придерживаем, чтобы всё было у нас ровно, красиво. Вот это вот у нас будет точка крепления наших элементов. Вот здесь вот у загиба. придержали, подтянули. Всё, дорогие друзья. Дальше мы ходом сразу начинаем монтировать волокна на тело. Создаём тело малька. Когда мы дойдём с вами до глазок, вот здесь вот надо нам обязательно вот сделать так же восьмёрочкой пройтись, чтобы монтажной нити было не видно. Так называемую головку сделать небольшую. И возвращаемся с вами мы обратно к месту крепления наших элементов. тут так вот проматываем в натяжечку аккуратненько, чтобы не слетело ничего у нас. Не торопимся. Так, всё домотали. Несколькими оборотами закрепили. Лишнее отрезали. Теперь нам с вами надо обязательно сделать наш завершающий узел. Для этого берём узловяз. Ну, буквально два-три оборота нам вполне с вами достаточно, чтобы закрепить всю нашу конструкцию. Подтянули, нить отрезали. Дальше тут у меня вот что-то немножко какой-то кончик остался. Его сейчас мы с вами вот так отрежем и хвостик с вами вот так вот подкоротим. Он должен быть маленьким, а аккуратненьким. Вот, на вот этой стадии как-то мушка должна выглядеть как-то так. Итак, друзья, далее мы с вами разводим эбоксидную смолу для создания объемного тела малька. Это у нас смола. Это у нас затвердитель. Вообще надо разводить в равных пропорциях, но я затвердителя добавлю побольше, потому что я смолу взял с более длительным сроком жизни. Дольше она застывает. Тщательно надо все перемешать с вами до однородной массы, чтобы пошла реакция затвердевания. наносить наносить нашу смолу. Сначала я обработаю тело тонким слоем. И постоянно, друзья, надо иметь для таких целей желательно роторный станок, то есть с поворотной функцией, чтобы нам с вами было удобно смотреть с разных сторон, и для равномерного засыхания это просто необходимо. Нанесли тонкий слой мы на тело с вами, и теперь мы должны с вами сформировать небольшую головку, чтобы она получилась объемная, и чтобы у нас вот эти глазки, которые мы с вами делали из лески, чтобы они были прям заделаны вот этой вот массой. Постоянно мы с вами должны проворачивать. Наносим и проворачиваем, и смотрим, где немножко не хватает, мы туда добавляем. Работа, да, не спорю, кропотливая, но оно того стоит. В итоге малек получается очень красивый, и надеюсь уловистый. Жду, вот не дождусь с нетерпением зимней рыбалки, чтобы его проверить. Вот, вот видите, вот у нас уже поплыла смола, вот сейчас надо нам интенсивно будет его крутить. Так, головку мы с вами сформировали, и теперь наша задача, вот так вот сидим, и равномерно, равномерно крутим, крутим, чтобы она застывала, и застывала равномерно. Это наша самая главная задача, чтобы все было аккуратненько, ровненько. Так, дорогие друзья, сейчас мы с вами создадим точку атаки. Для этого я красным лаком покрашу брюшко и головку снизу малька. И обязательно надо нам выждать, чтобы лак хорошо высох, для дальнейшего нанесения эпоксидной смолы. Так, друзья, у нас красный лак засох, теперь дальше мы с вами продолжим до конца формировать тело нашего малька. Тут абсолютно можно, в принципе, любую форму ему придавать, какая вам больше нравится. Тут уж нет таких каких-то строгих рамок, границ. Как вы видите своего малька, такую форму давайте ему. Главное хорошо, надо выждать время, чтобы лак красный застыл, потому что если он плохо застынет и при нанесении очередного слоя смолы вы просто его размажете и все. И все труды на смарку будут придется переделывать. Горбик немножко сделаем. Угу. Прокручивайте и смотрите, чтобы смола ложилась все-таки равномерно, потому что это очень важно и для красоты и вообще для игры нашей приманки. Сюда немножко еще добавим в сторону. можно вообще форму тела как сказать создавать вот если вам надо допустим вот вверх побольше чтобы перетекло вот так вот подольше подождите если вниз то переводите в другое положение чуть-чуть тоже подольше подержите если вам надо чтобы у вас застыло так как у вас уже нанесено то просто без остановки равномерно крутите как-то таким образом вот видите у нас тело получается полупрозрачное на цвей крючка то что мы обматывали люруксом у нас тоже тело проглядывается и также получается у нас полоска по пузику и по головке с внутренней стороны у нас оно за счет эпоксидной смолы оно выглядит как 3D такое как объемное вот именно такого эффекта я и хотел добиться в своем мальке сегодняшнем итак дорогие друзья на этом изготовление нашей мушки с вами завершено вот сейчас последними оборотами занимаюсь приданием формы которая мне нужна для тела ну а вам в свою очередь хочу сказать спасибо за внимание если вам понравилось видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь обязательно этим видео со своими друзьями пусть они тоже посмотрят оценят их мнение так же как и ваше очень для меня важно спасибо вам и до скорых встреч